Водителя самосвала, который протаранил пять автомобилей, передумали брать под стражу. Следователи отозвали свое ходатайство. И теперь шофер вышел из СИЗО. На время расследования он будет на свободе. Напомним, жуткая авария на трассе Москва-Челябинск случилась 16 июня. Самосвал, груженный щебнем, ехал из Садки в Котов-Ивановск и протаранил пять машин. Первый удар на себя приняла Лада Гранта. В ней было два человека, они погибли. Далее под пресс самосвала попали Рино Сандера, Ауди Ку-7, ВАЗ-14 модели и грузовик марки Сина. По факту ДТП, произошедшего 16 июня текущего года в дневное время на участке автодороги Москва-Челябинск в Котов-Ивановском районе с участием шести автомобилей, вследствие УМВД России по Котов-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Погибшими стали супружеская пара из Усть-Котава. Они в момент аварии находились в Ладе Гранта. Именно на их машину пришелся основной удар. У них не было шансов выжить. В последствии аварии несколько часов разбирали сотрудники МЧС и спасатели. Инспекторы ГАИ опрашивали свидетелей. Как сообщил на допросе водитель, у него отказала тормозная система. Когда он понял это, стал кричать в служебную рацию. Еще предстоит экспертиза по установлению вины шофера или его невиновности. В тот же вечер Дмитрия Коробейникова задержали. Он находился в изоляторе временного содержания до 21 июня, пока суд не отпустил его на свободу, взяв с него обязательства о явке. У него двое несовершеннолетних детей, имеют постоянное место жительства и работу. По мнению защиты оснований, содержать его под стражей нет. Продолжение следует...